Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Какие экологические проблемы особенно обостряются весной? Весной можно говорить о чистоте. Хочется красивую эстетику увидеть. Выходишь на улицу, солнышко светит, травка зеленеет. И хочется, чтобы на этой травке никакой мусор не лежал. А у нас, к сожалению, лежит. Снег тает, и мы все видим, что накопилось за зиму. И не было убрано вовремя. Поэтому это все не радует глаз. И нужно проявлять свою активность, это все убрать. Общество охраны природы каждый год проводит субботники. В этом году они тоже будут. И как можно к вам присоединиться? Обязательно будут. Можете позвонить и по телефону 273700. Можете увидеть в наших новостях в социальной сети. У нас есть конкретная группа. И мы обязательно выставляем объявление. Скажем, назначим дату. Приходите. У нас организация полностью обеспечена. То есть мы даем и перчатки, и грабли, и мешки, и пакеты. Нужно от вас чистое желание и инициатива прийти. Какие еще, кроме борьбы за чистоту на наших улицах, какие еще проекты в этом году будет реализовать Общество охраны природы? Мы обязательно продолжаем проект с общественными инспекторами. Мы не только их обучаем, чтобы стать новым инспектором, а еще и набираем напор преподавателей для инспекторов. Поскольку и нам нужна помощь, и запросы есть, и есть необходимость даже ездить в другие районы. Если хочет, например, человек из Тейкова стать общественным инспектором, нет возможности приехать в Иваново. Вот мы хотим организовать в этом году вот такие районные школы. И, надеюсь, у нас народ к нам придет. Мы их обучим, и они там будут у себя в районе такие школы проводить, обучение. И у нас количество инспекторов увеличится. И будем помогать более ответственно Росприводнадзору и другим профильным ведомствам. Кто такой общественный инспектор? И вот что дает этот статус? Ну, во-первых, это человек взрослый, то есть 18+, это надо сразу оговорить. Поскольку законодательно это очень четко закреплено. И статус общественного инспектора дает право говорить о правонарушении с правонарушителем. Поскольку если ты произошел человек со стороны, то правонарушитель может не слушать. А здесь общественный инспектор обязан проводить фото и видеофиксацию нарушения, объяснение правонарушителю. И тогда не будет отсылки к административному кодексу на то, что я просто не знал, что я нарушаю. Извините, общественный инспектор подошел, сообщил, вы уже знаете. То есть повторно тут штрафные санкции увеличиваются в разы. И общественный инспектор после проведения мониторинга составляет акт, который подается в профильное ведомство, на основании которого может осуществляться не просто проверка именно там Росприроднадзора или Департамента природных ресурсов, а уже может осуществляться более серьезные органы, это такие как прокуратура. И расследования будут принимать участие вот эти доказательные базы, собранные общественным инспектором. Поэтому работа важная, нужная, и не везде могут успеть сотрудники ведомств, поскольку количество их ограничено, а нарушения у нас экологические, к сожалению, сейчас повсеместные. Тем более есть экологические активисты, которые следят за этими вопросами у себя в районе. Как раз они и могут стать вот этими общественными инспекторами уже в другом статусе защищать природу. Да, уже у них будет корочки официальные, никто уже не сможет отказать с ними разговаривать. А если такое произойдет, то опять же штрафные санкции и уже совершенно четкое административное воздействие на них будет оказано. И привлекать полицию, поскольку раньше у нас в государстве была экологическая полиция, то в определенный момент ее убрали. И сейчас у нас органы правоохранительные, они иногда не знают каких-то нюансов именно в экологическом законодательстве, в природоохранном. Вот была у нас история, например, с нарушением, приезжали на фотосессию, тигренка привозили. И полиция просто не знала, что тигренок, он состоит в списке запрещенных к таким вот мероприятиям животным. И это очень серьезное нарушение, вплоть до того, что мировую конвенцию мы нарушаем. Ну вот вернее, те, кто привозил этого тигренка. И нам пришлось это объяснить участковому, который приехал. И он, когда понял, что он должен сделать, и тогда уже вот это правонарушение было правильно составлено, и воздействие было более эффективное на правонарушителя. Будем надеяться, что армия общественных инспекторов будет шириться, и проблем в области будет меньше. Спасибо за интервью.